Ступени будут тлиться отдельно в заводском изготовлении. Будет арматура, там бетон с добавками, мраморная крошка и белый цемент. Сложные ступени шестиметровые. Вот сегодня мы решаем проблему, чтобы их сделать, может быть, разрезными, потому что шестиметровые. Везде здесь кран ни сверху, ни снизу не достает. Лестничный маш, долгие годы скрывавшийся за новыми ступеньками, был построен в 1952 году и практически полностью разрушен в 80-х. В составе материала бетон с мраморной крошкой, мраморным песком и цементом очень высокой марки. Теперь при реконструкции спуска рабочие попытаются по максимуму сохранить старую конструкцию, выполненную в стиле классицизма. Сейчас мы восстанавливаем объект 52-го года. Многие элементы, в том числе и основные несущие конструкции останутся с тех 50-х годов, но многие элементы будут новые. Останутся клоннады, останется основа всего спуска, ступени, балясины, перила, декоративные элементы, вазоны. Это будет все отлито заново. Сейчас на объекте работают почти 40 человек и более 10 единиц техники. Подрядчики приступили к ремонту спуска только несколько дней назад, а закончить нужно к зиме. В том, что сроки не нарушат, в мэрии не сомневаются. Проект детально изучен, график составлен, предусмотрены мероприятия по работе и в период дождливой и в период, так скажем, уже минусовых температур. По срокам еще рано говорить, потому что мы сегодня вскрываем, появляются новые моменты, да, где-то что-то надо делать. Здесь вот просто прыгать и высоко, и далеко, и быстро бежать не получится, потому что здесь надо с головой работать. На ремонт спуска потратят 52 миллиона рублей. Еще 40 миллионов пойдут на реконструкцию набережной Урала. Эти деньги выделены бюджетами разных уровней в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Ксения Цурко, Наталья Богданова, городской телеканал ЮТВ.